Она живая легенда, женщина-герой штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2, знаменитого 125-го авиаполка имени Росковой, ветеран Великой Отечественной войны, Калина Брокбельцова отметила 99-й день рождения. В ее честь в Монине состоялся торжественный вечер в Центральном музее военно-воздушных сил. Пример стойкости и мужества, сильная, волевая, отважная, смелая. Такой она была и такой остается по сей день. С днем рождения женщину-легенду поздравляли всей страной. Сказать теплые слова лично приехали представители Союза женщин летных специальностей, авиатриса, юно-армейцы, представители организаций «Женщины России», ветераны Вооруженных сил Российской Федерации, военнослужащие и воспитанники кадетской школы имени Покрышкина. И это далеко не все. Поколение героев и победителей, которые с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. Ваш бесценный подвиг останется в веках и всегда будет служить высшим мирелым патриотизма, нравственности и верности долгу. Когда началась война в свои 16, она пошла добровольцем в военкомат. После обучения на штурмана пикирующего бомбардировщика была направлена в женский авиаполк Марины Росковой. На пикирующем бомбардировщике Пет-2 Галина Брагбельцова совершила 36 боевых вылетов. Белоруссия, Сталинград, Ленинград, Кавказ, Курск, Прибалтика, Восточная Пруссия. Те места, где вместе с экипажем, с товарищами она била фашистских захватчиков. Мы собрали бы все цветы мира и положили их ногам советских летчиц. Спасибо за то, что помните славные традиции, чтите, мы об этом пишем, говорим, гордимся и призываем французов. Не забывайте наших славных героических традиций. Галина Павловна – живой пример верности Родине, бескорыстной службы и труда. Ее боевой путь – образец мужества, отваги и патриотизма для всех нас. Мы благодарны, Галина Павловна, за многие годы работы в составе комитета. И благодарность мы в прошлом году представили у вас государственные награды. И мне приятно доложить вам сегодня и всем участникам нашего торжественного приятия о том, что 5 февраля 2024 года президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович подписал указ номер 90 о награждении вас государственной наградой. Галина Павловна Брагбельцова удостойна Ордена Дружбы, который вскоре будет торжественно вручен ей. В соответствии с указом губернатора Московской области она награждена знаком за доблесть и мужество. Галина Павловна является другом нашего музея. И за последние несколько лет она проводит у нас здесь свои мероприятия, которые воспитывают молодежь, говорят о молодежи, говорят о том, что на своем опыте Брагбельцова Галина Павловна большой пример. И это воспитание, это патриотизм. И мы гордимся, что Центральный музей военно-воздушных сил всегда является той площадкой, где Галина Павловна говорит о своих подвигах. Имя легендарной авиатрицы знают далеко за пределами нашей Родины. Каждая книга, статья о ней не просто биография, а захватывающий роман, историческая хроника. Сегодня она пишет книги, выступает в школах и на молодежных мероприятиях. Является истинным носителем исторической памяти о Великой Отечественной войне и делает все для ее сохранения и защиты. Евгения Корыська, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Евгения Корыська, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.